У нас сегодня в гостях Мечтает о том, чтобы попасть на эту радиостанцию И, соответственно, сегодня момент для того, чтобы об этом узнать, как это сделать Ну и задать все другие вопросы Почему в эфире звучит тайная музыка Почему есть реклама, но так мало новостей и так далее Я, может быть, предлагаю это делать в формате таких вопросов-ответов А потом, собственно, у вас будет время, чтобы задать свои вопросы Ну и, может быть, начнем с того, с чего вообще Юнистар начинался Я тут мельком услышала эту историю, я не знала О том, что Юнистар изначально Юнистар вообще не назывался Может быть, вы расскажете немного, так, коротко Историю радиостанции и вообще, в какой момент вы к ней, вы туда пришли И как эта радиостанция поменялась за время вашей работы Начнем, наверное, вас, Саша Ну, изначально это была радиостанция университетская То есть Белгосуниверситет как учредитель радиостанции И немецкая компания, тогда она называлась В общем, она сменила с тех пор название Это два учредителя Я не знаю всех тонкостей того, как был организован, собственно говоря Как был организован запуск радиостанции Вот нас Юлия просветила больше в этом направлении Работая медиаконсультантом при запуске Юнистар Но изначально это позиционировалось Да, изначально это позиционировалось как радио БГУ Такое название Мы носили долгое время Потом мы все-таки отошли от этого Потому что мы стали называться Юнистар И по документам, что называется И как юрлицу, и как торговая марка За нами еще долго тянулся шлейф Университетской студенческой радиостанции Хотя мы давным-давно не являемся студенческой радиостанцией Тем не менее мы продолжаем оставаться на 51% радиостанции белорусской Принадлежащей Белгосуниверситету На 49% радиостанции немецкой Белорусская немецкая радиостанция По поводу названия мы, к сожалению, тоже постоянно спорим Мы пришли к выводу, что это было желание сделать какое-то эффектное название Которое бы бросалось в глаза Если бы мы сейчас, наверное, называли радиостанцию То мы назвали бы по-другому Как-то более просто, более понятно Нет, вариантов нет Мы об этом не думали Потому что мы уже слишком много вложили сил В продвижение бренда Юнистар Поэтому глупо было бы разворачиваться на полдороге Но вообще с точки зрения названия Название тоже должно быть сработающим В нашем случае это красивое слово Вы, Саша, сказали, что очень долго за радиостанцией Тянулся такой шлейф университетского радио Вы хотели бы от него отойти, от этого имиджа Или для вас это вполне окей? Нет, для нас это не совсем окей Потому что мы не работаем на молодежную аудиторию Наша аудитория, целевая наша аудитория Это 30-39 То есть это совсем не студенческая аудитория Поэтому нет Давайте проверим А в зале кто-нибудь есть, может быть, из БГУ? О, здорово А в какой момент, Саша, вы пришли на радиостанцию И как, может быть, расскажите Она поменялась за эти годы, что вы там работаете? Радио Юнистар исполняется завтра 16 лет Да, мы как раз накануне своего праздника 15-летие мы праздновали бурно Радиомарафоном в прямом эфире 16-летие не планируем делать бурно Потому что мы понимаем, что это в большей степени наш праздник А не праздник радиослушателей Вот это вывеска Мы открылись на магазине Это то, что касается самого магазина Но не касается его покупателей В радиостанции 16 лет 13 лет назад я пришел на радиостанцию практикантом Я слышал радио Юнистарт с первых минут в эфире Изначально был слушателем этой радиостанции Я хорошо помню, с чего она начиналась, с каких программ На журфаке у меня появилось желание работать исключительно на этой радиостанции Это косметическая мечта Да, я пришел туда, написал курсовую работу и остался Ребята, может быть вы тогда расскажите по очереди Как давно вы там работаете? Тоже слышали со студенческих лет или как это произошло? Ну я тут, получается, самый младший, если смотреть по сроку работы Ну и по возрасту, кстати, тоже И тут уместна шутка по поводу того, что набирают по объявлению Потому что на самом деле я на Юнистарт попал по объявлению И это было полтора года назад Это было все очень удивительно для меня Потому что Юнистарт в 2008 году, когда я приехал на учебу в Минск из города Молодечна Это была первая радиостанция, с которой я познакомился в Минске И которую я долгое время слушал просто как человек сторонний Ну, возможно Поэтому, когда я увидел это объявление о том, что Юнистарт ищет музыкального редактора Для меня это было примерно как полететь в космос Да, наверное, полететь в космос было бы проще для меня на тот момент Но как-то так случилось, что вот я уже здесь Собственно, все Я тоже по объявлению попал на Юнистарт Я в то время, в 2008 году работал на ужасной работе в китайском посольстве Я понял, что я больше не хочу никого видеть И начал листать тут-бай Как раз нужен был копиратор на Юнистарт И тестировщик в какую-то IT-компанию Я думаю, в IT-компании будет скучно А на Юнистарт можно денег меньше, но интереснее Вот я чувствую, что не прогадал в плане того, что там и интереснее Вот, в принципе, все От копиратора дошел до... А как давно ты попал в команду? В 2008 году я попал В 2010 году ушел в условный творческий декрет А потом вернулся уже в новом качестве И уже посмотрев три года на станцию со стороны Так было... Ну, и внутри я видел, и со стороны Уже было проще совмещать картинки и действовать Может, такой странный вопрос Поскольку ты, Леша, сейчас начальник отдела продвижения В китайском посольстве Ты тоже занимался продвижением посольства? Нет, я искал китайцам сериалы русские с китайскими субтитрами Ездил, растамаживал грузы, их дипломатические подарки, сервизы Чай заваривал китайский Ну, то есть... Был ниточкой между китайцами и... Белорусами Действительностью нашей, да Много чего освоил бы От таможни до банков до жировок Все И чтобы попасть на радио, тебе не нужно было каких-то специальных навыков иметь? Ну, я учился в БГУ на филфаке И задание было, как копирайтеру написать несколько рекламных роликов Я их написал, потом подумал, что еще раз могу написать, еще раз написал Потом три раза вызвал тестовое задание И они решили, какой-то маньяк, ну, позвали меня на собеседование Я их прошел, ну, вот, в принципе, весь сказ А собеседований было много? Сначала меня собеседовал начальник отдела творческого Потом HR-менеджер, потом директор А Саша среди них был? Саша еще был с волосами и с чеголом Ну, в смысле, новостник Понятно Оля, может быть, тебе твоя история, как ты туда попал? Я попала на радио сначала секретарем Проработала год секретарем Потом каким-то удивительным образом меня стали приглашать на брейнсторминги Леша стал меня учить, как писать рекламу И вот после года работы секретарем я уже пять лет как работаю в отделе продвижения Слушайте, ну, прежде чем я вас спрошу Так, а как же попасть на радио Юнистар сегодня? Хотелось бы узнать, что такое сегодня бренд Юнистар Вы совсем недавно получили премию Кажется, HR-премию в Беларуси И не одну Да, и выбор года Расскажите, может быть, почему, за какие заслуги И что вот складывается на этот бренд Юнистара Как хорошая радиостанция, хорошего работодателя Хорошего бренда Так, это такой вот прямо очень широкий вопрос Не знаю, с какого боку подобраться к этому слону Помочь, Леша Мы выбор года премию получаем уже пять лет подряд Но это такой имиджевый проект Как и для многих, там, для сметаны Повесить эту табличку Это хорошо влияет на узнаваемость А вот была премия HR Бренд, инициированная тутбай Она была действительно очень тяжелая Потому что нас оценивали с точки зрения работодателя А на Юнистар есть же кроме продвижения Диджеев, программного отдела, музыкального редактора Еще бухгалтеры, юристы И долгое время было такое разделение Это на первый сорт и второй сорт О том, что кто все эти люди, которые тут зарплату считают И уже лет пять-шесть у нас такая тенденция Чтобы этих людей сплавлять между собой То есть мы устраиваем презентации о том, кто чем занимается У нас есть очень хороший журнал корпоративный Юнилайф, Оля его редактор Его фишка в том, что мы таким человеческим языком Рассказываем, кто вообще чем занимается Что вы делаете? Да, что мы делаем Компания при этом небольшая То есть у нас работают несколько десятков человек У нас есть корпоративный журнал Это восхищает многих приходящих к нам гостей Но тем не менее нам кажется, что важно Каждому сотруднику радиостанции В хорошем смысле этого слова быть продавцом бренда То есть быть проводником бренда Быть проводником торговой марки Быть проводником Юнистар Поэтому каждый Вне зависимости от того, на какой позиции он работает Он администратор, бухгалтер, юрист Или специалист отдела продаж Должен быть в курсе того, чем живет радиостанция Что происходит в эфире Что происходит в соседних отделах Только тогда можно добиваться Ну очень хорошо, потому что у меня на практике 7 работ я сменил И в чем прелесть нынешней ситуации на Юнистар После 8 лет в том, что директор умеет делегировать И отдавать ответственность То есть она подбирает людей И создает атмосферу, чтобы они там уже себя проявляли Потому что на многих работах, где я был Это не было четкого понимания, чего хотим И как вообще использовать талантливых людей, которые к тебе приходят Вот на Юнистар надо этим работать, чтобы люди проявлялись А не забивались в уголок И помимо этой премии HR года вы получили еще выбор Но ты сказал, что это больше такая для галочки премия Не для галочки, это Хорошо для продвижения, ты сказал, да? Да, хорошо для продвижения Но тут тоже нужно попасть Но это по умолчанию вы уже, я так понимаю, участвуете И по умолчанию ее получаете Собственно, выбор года, там же тоже проводятся Достаточно серьезные исследования То есть мы рады, что долгое время мы получали эту премию Имея более скромные рейтинговые позиции, чем у наших конкурентов Но в этом году мы, конечно, как люди, которые заточены больше на рейтинге доли охвата Мы рады тому, что больше рады тем цифрам, которые показывает нам измеритель При всем уважении к любым премиям, которые могут вручаться Все-таки самое важное, это аудиторные показатели, которые есть у средств массовой информации Можно себя залепить всевозможными премиями, медальками, но при этом показывать очень скромные рейтинговые позиции И слушаться исключительно семьей руководителя и его близкими родственниками И ходить, гордиться тем, какие мы прекрасны Рейтинги для нас это все-таки самое важное А что говорят рейтинги? Что говорят все эти исследования рынка? Есть измеритель, радиоизмеритель, о котором договорились лидеры рынка Он называется ГЕФС, компания ГЕФС, которая раз в полгода замеряет доли, охваты и прочее, прочее, прочее Показывает нам полное соцдемо по аудиториям радиостанций И, собственно, последний год мы вышли на первое место В прошлых исследованиях мы были совсем незначительным отрывом Сейчас у нас отрыв от второго места по доле 1,3% То есть это уже существенно Мы показываем долю в 15,9% Это очень серьезный результат При том, что несколько лет назад мы мечтать не думали о том, что можем занять первое место Но за последние два года мы сделали огромную работу с нашими исследователями Мы исследовали себя, свой облик, есть так называемые позиционные исследования Мы исследовали запросы аудитории в музыкальном смысле И это позволило нам лучше понять, что есть бренд Unistar Составить очень подробный портрет нашего целевого слушателя И, соответственно, добиться вот таких успехов То есть вот последние исследования — это первый результат по доле Что для нас очень важно Доля состоит, по сути, из двух показателей Из времени прослушивания радиостанции И количества людей, которые эту радиостанцию слушают Да, если мы перейдем от доля к конкретным цифрам К более таким ощутимым цифрам Какая это аудитория, которая слушает Unistar ежедневно? Можно ли это выразить в цифрах? Или это не меряется, например? Так как я человек из электронных СМИ Мы можем, да, это сказать? Компания ГИФС меряет это все в цифрах Исследуется аудитория от 12 до 65 лет В Минске это 1 400 000 человек, чуть больше И на основе этого 1 400 000 делается репрезентативная выборка Опрашивается 8 000 человек по всей стране И по итогам этих исследований мы видим полную свою соцдемо Кто нас слушает и так далее У нас практически 50 на 50 слушаний мужчинами и женщинами Мы лидеры, абсолютно лидеры в категории 30-39 по городу Минску 30-39 и мужчины и женщины Мы одни из лидеров в Минске по количеству слушателей с высшим образованием Большинство наших слушателей это работники непроизводственной сферы У нас ГЕФС выдает какие-то такие достаточно общие вещи Но у нас есть портрет целевого слушателя Который мы исследовали вместе с социологическими компаниями Которые с нами работали И портрет целевого слушателя Что мне кажется Краеугольный камень успеха любого средства массовой информации Это четко понять для кого мы работаем Он нас занимает порядка 6 страниц То есть у нас очень подробное описание того человека Для которого мы работаем Мы ему дали имя Ее зовут Наташа Ей 34 года Мы знаем где она работает Какая у нее зарплата Вплоть до того сколько раз сексом она занимается Своим супругом в неделю Это очень важно для того чтобы подбирать темы для эфира Это очень важно для того чтобы выбирать музыкальный продукт для эфира И это очень важно для того чтобы добиваться успеха в медиа А ваш слушатель среднестатистический Он имеет уровень заработка выше среднего Средний Ниже среднего Средний я думаю Средний И как вот эти вот преференции Не знаю не будем Сколько раз занимается сексом это одно Но какие у него интересы Как это влияет на то что мы слышим в эфире Юнистар в конечном итоге Напрямую влияет В плане музыки Или пропорции новости музыки Ну в плане музыки это в меньшей степени влияет Потому что что касается музыки Мы проводим специальное отдельное исследование Которое называется музыкальное тестирование Там тоже есть репрезентативная выборка Там все как полагается Мы собираем людей Даем им слушать музыку Точнее самые яркие музыкальные фрагменты тех песен Которые мы хотим проанализировать В анонимном порядке что называется эти песни появляются То есть нет имен исполнителей Нет названий Для того чтобы добиться максимально объективной оценки Это международная методика Мы не делаем здесь ничего нового То есть музыка это отдельный пласт работы Но вот что касается работы с информацией То да это влияет От этого очень зависит работа в продвижении Мы понимаем Вот эта акция нашей Наташи интересна или неинтересна От этого зависит то какие проекты мы предлагаем нашим рекламодателям Это интересно Наташе или неинтересна Наташе Или Леша ее супругу Это интересно или неинтересно То есть это уже наша творческая работа что называется Но мы постарались максимально прописать какие-то объективные Составить вот этот объективный портрет целевого слушателя Для того чтобы у нас меньше возникало каких-то разногласий Хотя разногласия у нас возникают редко Еще такой последний вопрос касательно бренда Вы сказали о том что как работодатель вы сейчас достаточно привлекательный Все таки вы получили эту премию прежде всего И сложилось такое впечатление Вот из твоего рассказа Леша Что хорошая атмосфера То есть есть все возможности чтобы развиваться Чтобы есть полная какая-то свобода А что такое бренд Unistar для слушателя Который первый раз допустим делает свой выбор Какую радиостанцию включить То есть какими-то Можно ли это описать какими-то там Эпитетами, не знаю, тезисами Главный тезис, которым это можно описать Только хиты 90-х и 2000-х Мы себя продвигаем через музыку Это главное То есть мы понимаем, что это главная приманка для аудитории Очень четкий, понятный слоган Человек, включая нашу волну Должен понимать, что он может получить Это не значит, что Что не остается места для каких-то Вещей, которые будут выходить за рамки Того, что он ожидает Но это главный слоган С которым мы выходим к людям Так же, как у русского радио Главное, с чем они выходят к людям Мы крутим русскую музыку Условно Радиорокс в Украине Их слоган Тильки рок Все Никаких сложных конструкций здесь не нужно Мы понимаем, что на человека сейчас обрушивается Такое количество информации Что какие-то сложные конструкции Он просто забудет А радио, будучи бесплатной услугой Радио, будучи тем, что легко переключить Одним нажатием кнопки Когда вы едете в автомобиле Борьба за слушателя Это для нас не пустой звук Когда я покупаю журнал Меня немножко все-таки мучает совесть Я вот купил последний Esquare И мне немножко мучает совесть Что я прочел, наверное, половину Потому что я все-таки заплатил какие-то деньги Здесь я получаю бесплатную услугу Поэтому я должен быть максимально понятным Максимально доходчивым И что касается бренда Unistar Мы, конечно, сформулировали Для собственной работы собственную миссию У нас есть конкретные коверческие цели Творческие цели, но есть миссия Это, скажем, наша такая Внутрикорпоративная вещь Но если говорить так в общем Если в общем ее описывать общими словами Это радиостанция для тех Кто живет в большом городе И не собирается ныть Глядя на окружающую действительность Которая сохраняет В хорошем смысле этого слова Какое-то позитивное отношение Пусть это вот слово самое позитивное Оно такое заезженное уже До невозможности Но сохраняет вот это вот Какое-то позитивное отношение к жизни Если этого позитивного отношения нет То мы стараемся его дать Ироничный Не саркастичный А ироничный взгляд На какие-то траблы Которые могут происходить с человеком То есть мы обслуживающий фонд Даже не фонд Человек едет на работу Он сонный Там кругом пробки И никакие сложные конструкции В голову ему его не войдут Либо он на работе Кто-то его отвлекает То есть максимальная понятность Вот И все Ну и еще мы У нас с Олей был пример Когда мы организовывали Бесплатный подвоз на автобусах Из Минской арены С концерта Кто там был первый? Алтан Джон Мы поехали договариваться С депо номером Там какой-то Депо номер 46 Пришли к работнице Говорим Мы радио не стар Нам нужно поговорить С вашим директором Она говорит Сейчас я ему позвоню Говорит Там некий юниметр пришел Нечто там хотят Некое радио Ну вот мы понимаем Что на узнавание бренда Нам нужно тратить Очень много усилий Потому что Когда мы слушаем записи ГЕВС Что вы слушали вчера? Я вчера слушал ФМ Вот основной ответ Поэтому наша задача Делать продвижение Это создавать Какой-то такой позитивный имидж И Юнистар 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 А вот уже Эфирная часть И музыка Это то Почему нас слушают Остаются с нами Они с челкунчика включают Последний раз Подвозили бесплатно автобусы После концерта Киан Эльзи Это тоже ваша работа? Да, наша работа Да, Ольна идея Оля, расскажешь? Мы Сами на своем опыте Ощутили Как это плохо После концертов Доезжать до метро От Минской арены Особенно если концерты Аншлаговые Как это Океан Эльза, например Или группа АХА После которых Мы тоже подвозили И мы подумали Что было бы хорошо Приносить еще Какую-то пользу Нашим слушателям Потому что мы обычно Являемся информационным Партнером Этих всех концертов Мы решили Что было бы хорошо Бесплатно Подвозить людей До метро Мы делаем это Бесплатно У нас там всегда Играет хорошая музыка В этих автобусах Люди получают Какие-то сувениры На память о концерте И также фотографии Они могут скачать На нашем сайте Вся Минская арена Которая едет до метро Еще получает от вас сувениры? Ну не вся Сколько там Которая влезет в автобусы? Которая влезет в автобусы Обычно у нас 5-6 автобусов Но мы планируем Делать больше Потому что всегда Очень много людей Хотят проехать с нами А расскажите еще какие-то Может быть акции Вы воплощаете Вот в рамках Этого продвижения бренда? Ну именно В добрых делах В добрых намерениях Чтобы жизнь была позитивнее Было меньше поводов ныть Да Мы вот поменяли курс От того чтобы бить Там себя в грудь Там выбор года Номер один Это для нас важно А для людей Это не особо важно Вот был недавно День танкиста От воргейминга Это был open air Поэтому мы решили Что людям негде посадить Себя И негде поесть Поэтому мы сколотили Тумбы наши брендированные Все сидите Мы вам в уши Лезть не будем Потом Собирали еще Что? Лето в большом городе Да, лето О, забыл Лето в большом городе Мы устраивали Бесплатные мастер-классы По танцам В центре города Возле Дворца Республики Даже четверг Четверг лето Да, потому что Бывает Приезжаешь в Берлин И там люди танцуют Вдоль шпрея Им там хорошо А сами вы танцевали? Да Да, я танцевал Когда пришел Дима, почему ты смеешься? Дима не танцевал Так-так На Диму это не работает Просто было интересно Был третий вроде мастер-класс И приехал как раз в телевидение И стоит какая-то девушка Подходит ко мне Говорит, молодой человек Можно с вами потанцевать Рок-н-ролл У меня не с кем танцевать Говорит, хорошо И она меня вытянула в первый ряд Как раз подъехала в телевидение И ко мне подошло Говорит, а что вы думаете Про эти мастер-классы? Думаю, как вы Хорошо меня остановили Вот такие прекрасные мастер-классы Юнистар молодцы Собственно, вот эта акция Которая собирала каждый четверг Мы ее делали второй год И третий год собираемся делать тоже И, надеюсь, и четвертый, пятый, шестой В самом центре города Каждый четверг Летом В сезон, который всегда называли мертвым Это как раз-таки наша миссия Сделать его живым Да, не потакать с тем, кто ноет А стараться самим организовывать Там, где ничего нет Не ругать кого угодно в этом А самим что-то делать Своими руками В этом смысле Нам было очень радостно Видеть реакцию людей Которые Даже проходящих людей Даже не те, кто участвовал в мастер-классах Я постоянно видел каких-то людей Которые приезжают в гостиницу Проходят с чемоданами мимо И останавливаются вкопанно Для того, чтобы посмотреть Что, собственно, происходит Потому что несколько сотен человек Стоят и танцуют Но возникает ощущение того Что ты находишься не в Минске Это очень хорошее ощущение Саша, понравилось Что-то еще? Может быть, что-то из прошлого сезона? Нет, нет Не поддержали Они сказали Такой хороший проект Просто напишите заявку Мы вам все У нас просто Наш стратегический партнер В этом проекте Это Дворец Республики Поэтому как-то все Очень легко Проходится То есть Дворец Республики Обратился К нам С возможностью Что-то проводить Что тогда еще было непонятно То есть у нас есть площадка Давайте что-нибудь сделаем И в отделе продвижения У Леши родилась мысль Собственно сделать Какой-то вот такой Вот этот мертвый сезон Который мы перестали считать мертвым Сделать какую-то акцию В итоге С точки зрения Даже маркетинговых задач Все было сделано Настолько хорошо Что нам не приходилось Рассылать какие-то Скучные пресс-релизы И звать Средства массовой информации Туда Путем телефонных звонков Угроз и анонимок Да Потому что К нам приезжали туда сами И телеканалы И интернет-сайты И заглядывали фотографы То есть Все было хорошо Как в первый Так и во второй год Надеюсь, что в третий лет У нас будет то же самое А что касается акций Уже Как-то сказать Целенаправленно Созданных для рекламодателей Их По какому Ну скажем так Не по какому принципу Но какие-то интересные Может быть вы примеры можете дать Опять-таки Сравнивая Динамику Роста рекламного рынка Скажем так Не динамику роста рекламного рынка А то, как вы работаете с рекламой Я слышала, что в прошлом году Вы были в плюсе Вы вышли Может быть об этом подробнее Мы всегда выходим в плюсе Не в прошлом году Извиняюсь У нас всегда в плюсе Может быть Да, тогда Немножко о рекламе Насколько вам легко с ней работать Какие акции вы им предлагаете Учитывая своего Среднего слушателя Ну вот Слово этого года Нативная реклама Сейчас модная инкуляция Но на самом деле Уже на Юнистар Года четыре Как мы пытаемся делать Все наши рекламные проекты Кроме рекламных блоков Именно нативными Чтобы Есть такой тест Легкий нас научили Специалисты Наши друзья из Украины У вас есть проект заказной Вы бы делали его Если бы не было спонсора Или не делали Вот если бы мы его делали Тогда Мы говорим Да И запускаем Потому что Те люди Которые гоняются за подарками Их там допустим Сто человек В лучшем случае Все остальные Пятьдесят тысяч Переключают в это время Поэтому раньше Были такие игры Мы от них ушли А в каком году Организовалась Такая-то компания Пришлите смс А, Б, В или Г Вот мы от этого ушли Чтобы и себя Ну Не сделать скучными И чтобы Наши партнеры были рады Вот допустим Был отель Ренессанс У них там спа-зона Они хотели Ее как-то раскрутить Через наш канал Поэтому мы Перед Новым годом Собрали экспертов По изучению языков Стилистов Этих тренеров Фитнес-тренеров Йогов И они давали просто советы Как стать лучше С Нового года Тридцать шагов К лучшей версии себя А подарок Был для слушателей Поход в спа-зону Отеля Ренессанс Потом мы этот проект Выкатили еще на Тутбай Перечислили все это И собрали По-моему там Ну Тоже по 30 тысяч Просмотров Ну то есть А что нужно было Сделать слушателю Чтобы этот поход в спа Получить То есть он слушает советы А потом он звонит И говорит Я все сделал Нет там я Просто у нас Ток проектов Они по-моему прислали Истории Что они там Хотят с собой Изменить себя В следующем году У нас просто каждый год Какой-то проект Я могу Я могу вспомнить Например Что касается Работы со слушателями Проект Тоже с Отелем Ренессанс Когда мы Просили Слушателей Прислать Историю Своей любви Своего знакомства И Собственно говоря Под Общей Идеей Того Что мы можем Дать Представителям Нашей целевой аудитории Это 30-39 Это уже такая Семейная жизнь В течение нескольких лет Это уже маленький ребенок То есть Чувства нуждаются В В том Чтобы Их Освежить Как-то Да В хорошем смысле Мы подумали Что этот проект Будет Людей Заставлять Вспоминать Момент знакомства Заставлять Вспоминать Какие-то Приятные Вещи И Собственно Присылать Их на радио Делиться этим Мы Помним Что На радио Целевым слушателем Мы считаем Все-таки Девушку Для девушек Это очень важно И Мы получили Огромное количество Откликов А подарком У нас Был уикенд В отеле Ренессанс То есть С полным Пакетом Удовольствия Обеды Спа Массажи Все что угодно То есть Отвлечься От семейной жизни Ненадолго Вспомнить Первые дни Ваших отношений И Поскольку Это такой Ну Здесь можно вспомнить Еще раз слово Нативный То есть Это был Рекламный проект Сделанный В редакционной Стилистике Мы получили Огромное количество Отзывов И мы потом Этот проект Отлично Отработали С нашими Победителями Которых мы Там еще Поснимали Мы продвигались Благодаря этому Проекту Размещая их Фотографии В глянцевых Журналах И так далее И так далее На интернет сайтах И прочее Как вы получаете Отзывы От слушателей Их истории Тогда получали Через электронную почту А сегодня В последнее время Мы стараемся Все делать На нашем сайте Все делалось Максимально просто Не гонять Никуда Наших слушателей Не заставлять Их Бесконечно Переключаться С одной Какой-то платформы На другую Есть форма На сайте Оставляешь свою историю Ровно там Где ее искать Вот саженными Сайт как раз Вот если мы Например Увидим Утренник в офисе Мы нажмем На утренник в офисе И увидим Что Там есть Куда нажать Да Это не тот случай Как неудачный пример Ну Если бы у нас Была живая акция Например Недавно Мы проводили акцию Мы Мы поняли Что Мы связаны С хитами 90-х Мы поняли Каков возраст Наших слушателей Мы это прекрасно знаем И поняли Что Мы продвигаем Себя благодаря музыке Мы поняли Что Поездка В Лас-Вегас На концерт Селиндион Это будет блестящий подарок Для наших слушателей И мы собственно Это сделали И у нас там все было Достаточно просто Висела акция На концерт Селиндион В Лас-Вегас Вы нажимали Вы нажимали на эту акцию Открывалась форма В которой Вы тут же могли Писать свою историю Указывать свои контактные данные И тут же ее отправлять Все Вы получили больше 800 историй С учетом того Что человеку нужно было Написать это Придумать Вспомнить Сформулировать Это очень большая цифра А кто выступил Партнером этой акции Я так понимаю Какая-то туристическая компания Здесь мы делали Все самостоятельно Мы за полгода придумали И когда заранее планируешь Тогда все уходит Более-менее Более-менее с билетами И со всем остальным Здесь все сработано было хорошо Мы эту акцию Еще до конца не отработали Ребята уже получили визы Ребята получили билеты Все что полагается Они в феврале Идут на концерте Линдион Это целиком и полностью Наш исполнитель Это наш формат Просто от начала и до конца И они будут жить В отеле Трампа Мы недавно выяснили Мы как-то заранее Так получилось Потом не пытаетесь Перебукить Мол Трампа Ну как-то Не-не-не Ну зачем Там пять звезд Там все шикарно Едет замечательная пара Юлия и Иван С которой мы подружились И Юлия и Иван Будут делать прямое включение Оттуда Потом они вернутся Мы будем делать статью На онлайнере В общем мы будем делать Вы выбирали победителей И спонсоров Как искали Ну спонсором были мы сами Мы сами все организовали Сами все покупали Это наша акция Мы не привлекали здесь Сторонних партнеров Да Мы не привлекали здесь Никаких партнеров Мы делали все самостоятельно Силами Леши, Оли И других специалистов Отдела продвижения Истории выбирали Мы изначально Хочу делать принт-скрин Посылать Извините Но вы 37-й Подозрение Что это в вашем паре Что это в вашем паре Ну это что называется Мы можем оставить на совести Подозревающих Потому что Я думаю Что мы сформулировали Какой-то сформировали Точнее Какой-то определенный Уровень доверия К себе Потому что Таких вопросов Мы давненько не слышали Именно в этом случае Селин Деон Было очень хорошо Потому что Мы публиковали историю На сайте И люди ей делились Даже участники Этого проекта Говорили, что Действительно Очень хорошая история Не докопаться Победите Да Все время Пока истории к нам присылались Эти истории озвучивались В эфире То есть люди Сами могли составить Мнение по поводу того Какая история Лучше Какая история хуже Нам не очень нравится Например такая форма Как интернет-голосование Потому что С большим количеством Накруток Там и так далее В таких акциях Как правило Побеждает тот У кого больше всего Друзей в Фейсбуке Или ВКонтакте А когда мы делаем Выбор С собственными силами Творческими Ну Не знаю У нас всегда получалось Как-то Делать это обидеть Соответственно Вы оглашали И здесь Да Конечно Это тонкость Творческие Если просто Напиши нам смс Или там Пришли там Письмо Какое-нибудь Кликни где-нибудь Это рекламная игра А если это творческий конкурс Где нужно писать сочинение Что-нибудь нарисовать Или спеть Эта игра не регистрируется Это не игра Это творческий конкурс И по нашим законам Его регистрировать Не нужно нигде Все продумано Было заранее А если бы у вас был Рекламодатель Который То есть Не Сами условия Сами условия Конкурса Предполагают Что он творческий Там нужно что-то Вот Создать И когда человек Что-то создает Пользователь То тут Не надо ничего регистрировать Это Наверное Иметь ввиду Если бы было прописано Что отель Например Проплачивает А или иная компания Нет Если бы Механика была бы такая Что Вырежу купон Пришли что-нибудь Купи что-нибудь Это да Это была бы рекламная игра Но тут человек просто Проявляет Свои творческие способности Он ничего не тратит Он просто Отправил имейл И это не регистрируется Да Он не тратится И плюс Он Это у нас нету Как это называется Лототрона Вот если бы лототрон Тогда да Если бы мы выбирали Случайно Были бы вопросы У министерства А так Есть комиссия прописанная Кто это выбирает Творческий конкурс Все Очень Там Было необходимо Очень точно Было необходимо Очень точно Прописать все условия Которые были прописаны То есть включая там Включая туристический сбор Города Лас-Вегаса То есть Человек соглашается На все-все-все условия Которые описаны на сайте Вот это было прописано У нас есть рекламные игры Есть творческие конкурсы У нас И то и другое Спонсор не влияет Да Механика влияет Механика У нас очень четкий юрист Она ничего не пропустит Я боюсь слова спонсор Потому что Все-таки мы все Партнеры Все Спонсор это Немножко не то Спонсор это Все-таки С юридической точки зрения Это совсем Другой механизм Взаимодействия Спонсор это человек Который Спонсирует девушку В покупке коктейля Это немножко не то Извини, Оля Что посмотрел на тебя Работает, да Скажите А как часто Вы можете себе позволить Такие прекрасные пары Куда-то отправить Это Есть какой-то Пул Творческих конкурсов Беспонсора раз в году Мы, как все другие радиостанции Затачиваем свои основные активности Под замеры Замеры происходят осенью И весной Звонят измерители И спрашивают Какое радио вы слушаете И вот Если вы в том процессе внимания В марте, в апреле В сентябре, в октябре Все радиостанции сходят с ума Везде их реклама Везде их акции Это не случайно Это потому что В это время звонят И спрашивают Что вы слушаете Мы это делаем раз в год За свой счет Такие большие проекты Потому что приучать аудиторию К таким большим подаркам Тоже не нужно Это будет уже не та аудитория Которая нам нужна Да, есть пример Есть пример Одной московской радиостанции Из лидирующей группы Которая Собственно и называется Их конкурентами Мыльным пузырем Потому что они раздули Свои бюджеты По играм По конкурсам И так далее То есть они разыгрывают Громадные какие-то подарки А вот эта аудитория Которая клюет на подарки В ней большая проблема В том, что эта аудитория Такая мигрирующая То есть это Частая аудитория Которая слетается На большой подарок И тут же Не выиграв его Или получив его Тут же отваливается И переходит Куда-то в другое место Где можно получить Что-то бесплатное И большое То есть это Для радиостанции Важно Важно Касаемо подарков Соблюдать Определенную тактику Определенную стратегию С точки зрения того Насколько дорогим Может быть этот подарок И насколько часто Эти большие Дорогие подарки Разыгрываются Добавлю, что мы Стараемся делать аналитику Уже с одним числом Как все происходило И когда мы разыгрывали Поездку на Селендион И позапрошлым году Поездку на концерт Мадонны в Париж То мы потом спрашивали У людей Как они об этом Вообще узнали Через какой канал Первое было место эфир Второе Сарафанное радио То есть мы пытаемся Делать такие розыгрыши Которые было бы Интересно рассказать Чтобы была история Потому что рассказывать Историю легко А там какой-то набор Имиджевых штук Вот и уже Да не хочется Рассказывать И сложно Мне бы хотелось сказать Что отправить людей На концерт в Лас-Вегас Это на самом деле Не так дорого Как кажется Ну зря да Сказал наверное Но это недорого Ясно А если возвращаться К коммерческим партнерам Есть какие-то категории Рекламодателей Партнеров С которыми вам не нравится работать Вот например Вам приходят С просьбой Прорекламировать Не знаю Продажу шин Это не вписывается Нет Нет таких Мы стараемся Подайте со всеми Ну мы стараемся Работать со всеми У нас в этом году Рекордное количество Спецпроектов Спецпроекты Это вот и есть Собственно нативная реклама Которую Мы ее так привыкли Называть спецпроектами У нас рекордное количество Спецпроектов Рекордное Это можно прям Описать цифрой Ну больше трех десятков Это достаточно много С учетом того Что на С учетом того Что один проект Мы не можем делать Несколько крупных Проектов одновременно И один проект Должен пройти по эфиру Для того чтобы Привлечь внимание Для того чтобы Привлечь участников Там и так далее Там три недели Две недели Это минимум По хорошему Это месяц И после этого проекта Еще желательно Какое-то время Не давать Таких крупных проектов То есть это достаточно много Мы всегда предлагаем Мы всегда предлагаем варианты Рекламодателям Которые к нам приходят Это уже рекламодателям Может не нравится Тот или иной вариант Может попросить Переделать Или отказаться вовсе А наша задача Предложить варианты Мы не в той ситуации СМИ вообще Не в той ситуации Сейчас чтобы Чтобы говорить Этот нравится А этот не нравится Мы живем Кстати говоря В Белоруссии Мы в частности На Юнистар Не будем говорить За другие радиостанции Но на Юнистар Мы живем Пока в достаточно Комфортных условиях Когда к нам Рекламодатели Сами приходят И предлагают Какие-то варианты Того как они могут Размещаться в эфире Потому что Мы в прошлом году Ездили к нашим друзьям В Киев Мы дружим Сотрудничаем С крупнейшим Украинским Радиохолдингом Тавер Медиа Куда входят Шесть радиостанций Где собственно Работает наша Большая белорусская Диаспора В лице Сергея Кузина Виталия Дроздова Виталий Дроздов На мой Субъективный взгляд Это вообще Один из лучших Медиа-менеджеров Стран бывшего Советского Союза И уж точно Лучший радиопрофессионал В медиасфере Так вот Там немножко Другая ситуация Там менеджерам Самим приходится Обзванивать клиентов И предлагать им Какие-то варианты Сотрудничества У нас Условия пока Комфортно К нам приходят Не мы Стучимся в дверь А к нам В дверь стучаться Кого вы считаете Своими конкурентами Если Говорите о белорусских Радиостанциях Ближайшими Ну Конкуренты Конкурентам Рознь Потому что У нас есть Конкуренты По Аудитории Есть Конкуренты В Нише То есть Разного рода Конкуренты Но Я склонен думать Что наши конкуренты Это во-первых Радиостанция Играющая Западную музыку Это такая радиостанция Как новое радио Например Юмор Хотя там Совершенно Другой формат Ну и конечно Это люди Которые находятся Рядышком Стали в рейтинговых Замерах Это русское радио Несмотря на то Что мы играем Абсолютно разную музыку Но русское радио Это наш Ближайший конкурент Давайте поговорим Немножко про музыку Дима Расскажи Как Устроена работа Скажем Как выглядит Вот Эфир радио Если с утра До вечера смотреть Наверняка же Никто не сидит ночью До самого утра И не ставит Песню Это уже вопрос Не столько про музыку А про то Как все Все это работает Ну Техника дошла До такого состояния Что в принципе Сейчас можно Запрограммировать Эфир на год вперед И он будет Слушаться И звучать В автоматическом режиме Как будто там есть человек Ну на самом деле То есть на крупных станциях Тут до того Что Люди доходят Что диджейские выходы Которые короткие Там 30 секунд И условно Там где-то Перед рекламными блоками Они записываются заранее В виде voice треков И Все это ставится в эфир Это идеальный выход Все это красиво Все это автоматически То есть как бы людям все равно Сделал это диджей В прямом эфире Или он это записал Две минуты назад То есть Автоматизация позволяет Это делать Вот на годы вперед В нашем случае Мы плейлист делаем Изо дня в день Просто для того Чтобы иметь возможность Оперативно какие-то Правки вносить Условно сегодня На завтра По мере поступления Каких-то вопросов Ночью С 9 часов вечера За эфиром Следит дежурный техник Звукорежиссер Который все время На станции До появления Всеметра утреннего шоу То есть Его задача Не просто Посидеть Поспать А сделать так Чтобы песни Элементы Упаковки Эфира Прогноз погоды И все остальное Все что у нас есть В записном режиме Когда нету ведущих Чтобы все это Красиво вышло С 7 утра Собственно Появляются диджеи Это утреннее шоу Наше Утро в большом городе Сколько оно длится? 3 часа До 10 утра И Мне приятно Об этом говорить Саша Думаю тоже О том что Наш ведущий Петя Сафронов Он выполняет роль И звукорежиссера В том числе Прямого эфира И выпускает Эту программу В прямом эфире То есть Это не просто Там нажать на кнопку Это нужно все склеить Поставить элементы Упаковки Расставить песни По местам Спонсорские ролики И все остальное То есть Вот это вот все На плечах Пети лежит Давай что-то хотел? Да нет По музыке Мы уже отделили Да То есть Это вопрос Скорее даже Не про музыку А про то Как все это работает После утреннего шоу Как часто появляются Новостные эфиры? Это вопрос к Саше Все-таки Понятно Да Активный эфир На радиостанции Идет Все активное Время слушателя То есть Мы понимаем Что с 7 утра До 9 часов вечера Это активное время Когда у нас есть аудитория Когда ее количество Позволяет Нам с ней работать Да Когда Не нужно ставить нон-стоп Когда Людям нужно живое общение Отвечая на вопрос По музыке Да Многие спрашивают По поводу того Кто музыку ставит в эфир Музыку ставит в эфир Конечно музыкальный редактор И программный директор Как его Разделяете эту функцию Вместе с тем Это наша общая функция Это наша общая функция Диджей давно не ставит музыку в эфир Если бы они ставили музыку в эфир То бы мы слушали Очень несбалансированное Звучание радиостанции Было бы очень несбалансированным То есть Во время Одной эфирной смены Радиостанция работала бы На одного слушателя Во время другой эфирной смены Радиостанция работала бы На совершенно другого слушателя И более того Были бы перекосы Ну Самого разного рода Поэтому Что касается Вы спросили про новости Новости появляются у нас раз в час Во время утреннего шоу Где обновляемость аудитории выше Чем Варене дневного эфира Они у нас появляются раз в полчаса Но новости Мы музыкально Развлекательная радиостанция Новости для нас все-таки Это не самая важная часть эфира Самая важная часть эфира Для нас это музыка Это не значит Что мы не занимаемся новостями Но музыка для нас Это момент принципиальный Я уже рассказывал До нашей встречи Каким образом музыка попадает К нам в эфир Это опять-таки Это не любимые Любимые треки Музыкального редактора И программного директора Которые они носят в плеере Мы понимаем Что у нас есть Маркетинговая стратегия Что у нас есть целевые слушатели Мы должны Соответствовать его запросам И его интересам И именно поэтому Мы проводим специальное Музыкальное тестирование Которое делаем При помощи наших Российских коллег Из компании Сис Медиа Солюшенс Они разработали Специальную онлайн платформу На которой тестируется музыка Музыка Каждая песня Получает оценки И в зависимости от того Какие оценки Эта песня получает Она добавляется в эфир Или не добавляет Или снимается с него Если эта песня уже звучит в эфире Таким образом Составляется музыкальная база Она периодически Тестируется Периодически Людям задается вопрос Нравится или нет Нравится или нет Нравится или нет И слишком ли часто звучит песня Хорошая Нехорошая Узнаете песню Или не узнаете Потому что По радиостанции Для нас очень важный параметр Песен Это знакомая Или незнакомая Незнакомых хитов У нас в эфире Быть не должно Какая доля Белорусских хитов? Ну Есть Кажется микрофон Да Микрофон так стился Есть Квота В 75% Белорусской музыки На деле На деле Эта квота касается Отдельных часов эфира Самых рейтинговых часов эфира Квота соблюдается Всеми радиостанциями За этим следит Министерство информации Вот собственно и все Другое дело Наше отношение к квоте Мы считаем Что квота нужна Но в меньших объемах В Украине Сейчас столкнулись Опять таки Мы очень много Сейчас общались С Tower Media По поводу Квотирования музыки Потому что там Квотирование музыки На национальном языке Что кстати Достаточно легко Сделать на поп радиостанции Не так чтобы легко Но легче сделать на поп радиостанции Чем например на радиостанции Которая в принципе Играет диджейскую музыку Где играет много музыки без слов Для них Они выбили себе чуть меньшую квоту Для этой радиостанции Или сложно соблюдать эту квоту В отношении такого формата Как релакс То есть Тут должен быть определенный набор композиций Из которых мы можем выбирать Вот в этом вся и проблема Сейчас в Беларуси К счастью Все таки есть еще выбирать Мы каждую неделю Отслушиваем с Димой Несколько десятков белорусских песен И если в начале 2000-х Все радиостанции играли В общем одно и то же В своем белорусском эфире То сейчас мы отличаемся Мне кажется Тем более Юнистар Научилась работать с белорусской музыкой А можете назвать Какие-то новых исполнителей Которые имеют зеленый свет В смысле зеленый свет Мы подбираем музыку для эфира Мы исходим из того Что наш слушатель не меломан И в 90% случаев Слушатели не знают Кто эту песню исполняет То есть личность Нам совершенно не принципиально Кто-то поет Сия или Мадонна Или группа Нови Опять же белорусская К примеру Да вот всплыла в голове Ну мы видим Мы видим постоянный интерес Нашей целевой группы Например группе Джей Морс Мы специально делали Поэтому презентацию Их нового альбома В нашем эфире Два часа мы играли их альбом Приглашали их в студию Мы делали презентацию Свежей песни группы Нави Которую мы Или Нави Как они говорят сами Которую мы Стараемся тоже активно поддерживать Если эта песня соответствует Конечно Запросам нашей аудитории Аня Ширкунова Это такой очень хороший Поп-продукт Вообще Многое из того К чему имеет отношение Имел точнее отношение Как продюсер Владимир Кубышкин Это очень хороший Поп-продукт Мы очень напрасно Ругаем свое Потому что Если вы слушали Польские Поп-радиостанции То Ну не знаю У меня ощущение Что мы все-таки Звучим чуть лучше А вы часто сравниваете С какими С соседними странами Вы имеете Сразу сравнивать С Россией Украиной В первую очередь С Украиной Очень часто Мы понимаем Что Вот наша аудитория Она как-то По ее запросам По ее По ее установкам Она как-то более Близка По моим ощущениям Все-таки К украинской Не к российской Россия чуть-чуть По-другому Если бы Например Представим Фантастическую ситуацию Взять сейчас Ведущую Российскую Радиостанцию Взять ведущую Украинскую Радиостанцию И вот Без Без каких-либо Подрезаний Просто выдать В белорусский ФМ-эфир То большая Большая популярность Скорее всего Будет у Украинской Станции Ну я еще Простите Ну я просто Немножко Хочу еще Про музыку Про белорусскую Про О наболевшем Скажем так Чтобы вы понимали Масштаб трагедии С Сашей Мы часто Садимся В 10 утра Слушать музыку Белорусскую Вот эти вот Пачки песен Которые приходят 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 Ближе К 3 часам дня Мы это все Заканчиваем И потом я смотрю В блокнот Где выписаны Именно тех Кого мы все-таки Берем в эфир И там оказывается 4-5 песен А прослушали мы Там 30-40 И к сожалению Да Ну Мы склонны Не доверять Нашим исполнителям Ну я не про нас Да Про Население нашей страны Что мол Белорусское плохое Но Есть белорусская музыка Хорошая И поп музыка Есть белорусская Хорошая Но К сожалению Такой вот привет Исполнителям Что Давайте все-таки Будем Трезво Себя оценивать Потому что очень часто Приходится Разговаривать с людьми Переписываться в почте И просто-напросто Приводить какие-то Там условно Ну объективные доводы Что ребята У вас там плохо сведен трек Плохо отмастерен трек У вас там рифма Нога поняла Условно Да Там У вас просто нет мелодии У вас еще что-то Вы в нот не попадаете И мы все время С Сашей Мы так долго сидим И думаем Как это Как это аккуратно Да Написать Чтобы не обидеть человека И К счастью Есть люди Которые все-таки Пишут Окей Спасибо Давайте попробуем Еще вот Там и через некоторое время Даже присылать песню Вот мы переделали Но есть К сожалению Большое количество людей Которые начинают Кричать Все понятно Пока вы музыкальный редактор Та-та-та-та-та-та-та-та Вот Это она болевшая На самом деле По поводу квоты 75% Если пересчитать это На суточный объем музыки В нашем эфире То это 30 С копейками процентов Это белорусские песни По времени То есть 75% Вот Эффективно Это 30% музыки В круглосуточном эфире Белорусскую музыку Мы тоже тестируем Тестируем активно Она получает Более низкие оценки Чем Чем музыка западная По понятным причинам Но мы Поп-радиостанция И Поп-музыка Надо понимать Что для того Чтобы поп-музыка В стране делалась Тут должен быть Рынок Музыкальный Поп-музыка Она напрямую Связана с количеством денег Которого В это все Вкладывается В продвижение артистов В Продюсирование Композиций Это все стоит денег То есть Что касается Рок-музыки Там немножко Другие законы Что касается Хип-хопа Там Третьи законы Что касается Поп-музыки Здесь неизменно Если Это будет Хорошо только в том случае Если в это Вкладывать В Беларуси К сожалению Не те деньги Вкладываются В поп-музыку Потому что отдача Не такая большая Вкладывается В поп-музыку Чтобы Чтобы у нас был Какой-то большой объем Из которого можно выбирать Но опять-таки Я все-таки склонен думать Что сейчас Выбирать есть Из чего Мы напрасно ругаем свое У нас есть действительно Хорошо звучащие исполнители Можно ли Я хотел Судя Конечно Пока помню вопрос Откуда Это все Поновые Но и 90-е 2000-е Это кто Для этого Душил Что мы хотим Именно такую музыку Обещать Или уже Исходя Из того Что Душу Все просто Проводится Позиционное исследование Мы проводили В 2014-м году Позиционное исследование Это исследование Которое позволяет Понять В чем нуждается Рынок Радиорынок В частности Что хотят Получать Слушатели Что они получают Чего они Недополучают Какая музыка играет Какая не играет И как мы На этом фоне Выглядим То есть Каков наш образ У нас Несколько лет назад Была проблема Проблема заключалась В том Что у радио Юнистар Не было четкого Музыкального образа Мы начали его искать И проведя Позиционное исследование Мы поняли Что Есть четкий запрос На музыку 90-х Двухтысячных От Вот этой Аудитории 30-39 С которой мы хотели бы Работать Вообще 30-39 Это самая большая Группа радиослушателей В Минске То есть Это такая Самая широкая аудитория Вот на нее Нужно было выходить Поэтому Мы провели Позиционное исследование Оно нам Дало ответ На определенные вопросы Мы поняли Что Только хиты 90-х Двухтысячных Это слоган Который мы Придумали Вместе Кстати С нашими Украинскими коллегами Мы подумали Что это Как раз и есть Ответ на запрос Скажите пожалуйста А есть ли у вас Какая-то концепция Своя Отличная Двиги Диджейского эфира И Все-таки Какие-то новости У вас есть И кто это делает Диджей Каким образом Диджей Ну для того чтобы Для того чтобы Отличаться от других Достаточно делать Все правильно Мы У нас У нас Есть строгий регламент Для выхода радиоведущих Это не значит Что при этом Что все Все делается хорошо Каждый день Все равно это нуждается Иногда там Диджей Люди творческие Если бы мы Работали на более Таком плотном Британском рынке Там Вы бы себе Не могли позволить Некоторых вольностей В хрономентраже Там и так далее У нас есть Определенные установки Для диджеев Они должны исходить Утреннее шоу Это один принцип работы Утреннее шоу Это главная программа эфира Самая слушаемая Программа эфира В этом году Наше утреннее шоу Еще стало Самым слушаемым Утренним радиошоу В Минске По замерам Гевса Для утреннего шоу Это главный принцип Это локальность Конечно Ну в соответствии Запросам аудитории Для остального эфира Для линейного эфира Важно анонсировать Продукты Которые выходят у нас Дальше по эфиру Анонсировать музыку То есть Приглашать к людей Приглашать людей Оставаться у радиоприемника Чуть дольше Чем они планировали Вот задача Линейного радиоведущего Ведущего не утреннего шоу Что касается новостей У нас есть стайлбук Под написанный Который я писал Это очень давно И его дополняли Дополняли многие люди Этот стайлбук Это касается Редактура новостей Ну а что касается Там и редактура И подборка новостей И источники И прочее Уже Редактор работающий на смене А у нас Человек Который выпускает новости Он же сам их и готовит Он сам их и выпускает Он сам их делает Сам их озвучивает Он опять-таки Исходит из портрета Целевого слушателя У нас вот Целевой слушатель В полный рост Распечатан и стоит В эфирной студии Юнистар Просто смотрит На ведущих Так приглядывает За ними Чтобы они Чтобы их не заносило В какие-то Сопредельные области Для того чтобы Их не заносило Есть я И есть В моих руках Есть документ Портрет Целевого слушателя Здравствуйте 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 Извините У меня не вопрос У меня спич на полторы минуты Просто Надо бежать Если позволите Я не Дед Мороз Как можно подумать Меня зовут Миша Я работаю В концертном агентстве И радио Юнистар Является Очень частым Нашим инфопартнером Особенно в тех проектах Где у нас Максимально пересекается Целевка И я не мог Сюда не прийти Сегодня Поэтому не похвалить Ребят Огромные Специалисты Профессионалы С неисчерпаемым Запасом лояльности К своим партнерам Даже Бывали такие случаи Представляете себе Когда Была рекламная Компания У нас мероприятие Которое Напрямую Не настолько Интересно Целевой аудитории Радио Юнистар Но мы Ближе к дате Решили Дожать Рекламную Компанию И дали им Ролик Который шел Длительный период Времени На других Радиостанциях Они говорят Ребята У вас же он записан Несоответствующий Техническим требованиям То есть Весь период Пока выкрутили его Выкрутили его Некачественно И в машине Там наверняка Слышали половину Шума больше И они нам Быстренько его Переделали Поставили себе В эфир И отдали обратно Чтобы Мы научили Остальных специалистов Работать Как надо Спасибо вам С праздником Что 16 лет Уже Радиостанции И поскольку Я все-таки В образе Деда Мороза Я с небольшими Подарочками Прибежал Только Сильно не рассчитываясь Я встречаюсь Что я нашел Но все равно Перед выходом Вот пожалуйста О Это Такие Поскутные Китайские Куши Потому что Будет Дост Петуха А для Александра У меня отдельный подарок Большой петух Нет Мне нужно Немножко 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 Предупредить Вас Подготовить К нему И Александра Тоже Чтобы вы Меня не побили Сейчас Это скорее Не ему Подарок А Такому Альтер-эго Которое Часто Проскальзывает В его Видеоблоге Это Такой Ущемленный Мужчина Средних лет Который мечтает О зарплате По 500 Вот С таким Легким Говором И это подарок Именной Это Деколон Саша Может быть Этот аромат Поможет Как-то Настроиться На волну Только Я не знаю Он уже начал Немножко Протекать Может Я поставлю А вы Потом В пакете Куда Ни возьмете Спасибо Большое Михаил Можно В принципе И выпить По большому счету Поэтому Все прекрасно Вечер Обещают Быть тонным После последних Историй С боярышником Уже Как-то И не хочется Честно Рука Не тянется Пить Есть Да Еще Вопрос Да Вот Собственно Вопрос По утреннему шоу Больше Саша Ты сказал Что Музыка Это основная Такая Завлекаловка Для вашего радио В том числе Но вот Все-таки Какова На твой взгляд Доля Именно Шоу Утро в большом городе В успехе Юнистара Которое Измеряется Цифрами Сейчас И В более широком Смысле Какова перспектива Вообще Разговорного Жанра Будь то Инфотейнмент Как у вас Или Чего-то более Серьезного В белорусском FM диапазоне Доля Утреннего шоу В успехе Радиостанции Очень велика Я бы сказал Что это Ну Вообще Радиостанция Да Если в недвижимости Главный принцип Это Как мы говорили Местоположение 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 Да То Радио На трех М основано Это Маркетинг Музыка И Мониншоу Утреннее шоу Это то Что касается Музыкальной радиостанции Естественно В отношении Информационной радиостанции Вроде Эхо Москвы Это будут Другие принципы Так вот Утреннее шоу Это Огромная часть Успеха радиостанции Если радиостанция успешна Потому что Считается Так пишут Американские специалисты Если человек Слушает Утреннее шоу Речь о музыкальной Развлекательной радиостанции Хотя Не только Развлекательной Не только А музыкальной Потому что Радиовести В России С достаточно спорным Наверное С нашей общей точки зрения Ведущим Владимиром Соловьевым Они Вышли в лидеры Только благодаря Утреннему шоу Кстати говоря Так вот Доля утреннего шоу В успехе или неудаче Радиостанции Очень велика Считается Что Если человеку Понравилось утреннее шоу То дальше он Скорее всего Останется с радиостанцией И наоборот Если не понравилось Дальше он Скорее всего Время с ней Тратить не будет Глупо Например Не уделять внимание Утреннему шоу А весь остальной эфир Делать блестящим У вас ничего не получится Лучше сделать Блестящее утреннее шоу А весь остальной эфир Хоть нон-стопом крутить Главная задача Утреннего шоу Мы видим Что на фоне конкурентов Которые Скажем Транслируют Российские шоу Либо Либо делают шоу Которые не совсем Согласуются С запросами Их аудитории Которые мы тоже знаем Потому что Проводили позиционные исследования И видели ситуацию Не только по себе Но и по другим радиостанциям Так вот Мы видим Что мы лучше всего В Минске работаем В смысле локальности То есть Локальность Это вообще Главный принцип Для утреннего шоу Мы понимаем С какой аудиторией Мы взаимодействуем Аудитория 30-39 Мы понимаем Во время позиционного исследования Мы отвечали для себя На вопросы Какой тематике Должны быть выходы ведущих Мы понимаем Кто есть Наш целевой слушатель Мы понимаем Что для него Важны Тема отношений На работе И в семье Здоровый образ жизни И Ну Какие-то локальные Городские события Ну И не только городские События Республиканские Но поскольку Это массовый слушатель То нам неинтересны Какие-то очень узкие Узкие тематики Так вот Шоу «Утро в Большом городе» На радио Юнистар Оно Хорошо локализовано С моей точки зрения Это не значит Что Некуда расти Это есть куда расти Но оно достаточно Хорошо локализовано То есть Успешное утреннее шоу Это утреннее шоу Которое Если оно завтра Выйдет с теми же темами Оно не будет слушаться Оно должно быть Неактуально завтра То есть Оно должно выходить сегодня Быть максимально привязанным К этой минуте К этому моменту Вот Это залог успеха Утреннего шоу Под утреннее шоу У нас прописана Отдельная миссия Которая совпадает С миссией Конечно радиостанции Под них прописана Отдельная задача У ведущих прописаны Образы То есть Это театр Это не значит Что Это какие-то образы В которые Приходится встраиваться Как актерам Приходящим на съемки фильма Это образы Которые При описании которых Мы писали От личностей ведущих Мы их подбирали Таким образом Чтобы они у нас Друг в другу Становились И чтобы они Выполняли Какую-то общую задачу Но прописывая Эти образы Мы понимаем Что утреннее шоу Это такой сериал И они каждый день Должны Не отступать От этих образов Для того Чтобы у человека Формировать Не чувство хаоса В голове А определенное представление Об этом человеке То есть все должно быть Как с героями сериала Когда мы видим Игру престолов Мы видим героя У которого есть Какая-то генеральная линия Поведения Вот эта генеральная линия Она идет через Это драматургия Законы драматургии Должны работать Не может герой В один день Повести себя так В другой день Этак Мы с утренним шоу Работаем очень много Они у нас Главная работа Утреннего шоу Это не те Три часа работы в эфире Это работа за эфиром Это подготовка Утреннего шоу Мы сделали рубрики Которые максимально Привязаны ко дню Да, они выполняют Развлекательную функцию Но максимально привязаны ко дню У нас есть программа Срочно в песне Где они у нас поют На какую-то актуальную тему Условно подорожал проезд Об этом надо петь Все Мы причем ее повторяем Дважды за утреннее шоу Мы считаем, что это наша Одна из главных рубрик При том, что ребята Где-то они не вытягивают По исполнительскому мастерству Они не певцы Но задача-то у них другая У них вся нагрузка на тексте Заканчивается утреннее шоу Ребята приходят ко мне Мы разбираем утреннее шоу Что получилось, что не получилось Планируем, что будем делать дальше Рассказываем о каких-то планах Каких-то акциях Мы основные все акции С нашими рекламодателями Вот когда мы понимаем, что это важно для нас Акции Мы проводим их через утреннее шоу Мы себя продвигаем через утреннее шоу Во многом через музыку И через утреннее шоу И потом они уходят готовиться То есть они готовятся, готовятся, готовятся К тому, чтобы завтра выходить в эфир с актуальными темами Это одни и те же ведущие Да, это три ведущих Мы когда-то делали такую Ну, с моей точки зрения, ошибку Когда у нас было две пары ведущих Которые менялись Но это было связано с тем, что один из наших ведущих Который сейчас вот в Москве работает Дима Шепелев Он не мог работать все время Ему нужно было ездить в Киев Сниматься в Киеве неделю, потом возвращаться То есть это мы исходили уже Из возможностей самого ведущего Но вообще так делать неправильно, конечно Да, если кто-то заболеет, их будет двое Если заболеет двое, будет один А если важные актуальные новости случились буквально за ночь То они... Они, как правило, и случаются за ночь Вот Вся прелесть радио в том, что телевидение Газету нужно сначала Нужно отправить репортера Поговорить с нужными людьми Разговорить их Сфотографировать человека, если это нужно Написать статью, отдать на вычетку Сверстать номер и так далее На радио все достаточно быстро происходит На телевидении тоже долго отснять Сделать, хотя с современными технологиями Когда там Громадский делает выходы с мобильного телефона Благодаря интернету Здесь все быстро Не дай бог, конечно Пусть никогда не будет Но случилось Да, в Каминском метро погибли люди Вы все помните Немигу, да? Ну или не дай бог взрыв А что будет в это время в утреннем шоу? Вот после того, как такое случилось В утреннем шоу, вероятнее всего Что называется Радио перейдет в режим чрезвычайной ситуации Мы очень сильно Мы очень сильно подкорректируем плейлист Конечно У вас есть запасной плейлист на такой Какой-то ситуации? Нет, у нас запасного плейлиста нет Но у нас есть в постоянном доступе Дима В удаленном доступе он может делать все Буквально С коленки, да То есть все быстро меняется Плюс есть диджей, с которым мы будем взаимодействовать Если такое произойдет Скорее всего утреннее шоу перейдет в режим информирования Мы понимаем, что мы работаем со взрослой аудиторией Эта взрослая аудитория нам не простит Каких-то глупых улыбок тогда, когда волнует их что-то совершенно другое Мы корректировали выходы утреннего шоу, когда случались вещи вроде теракта в Париже, например Мы корректировали утреннее шоу, потому что это было важно Вы понимали, что будет странно, если я выхожу в Фейсбук и вижу людей, которые меняют аботарки на французский флаг и делают это массово А если я включу радиостанцию, я услышу дурачка, который будет смеяться, хохотать и говорить Ребята, ну позитивный позитив и так далее, и так далее, и так далее То есть когда был ураган Хавьер, в эфире была наша ведущая Катя Самсонова, которая перешла в режим чрезвычайной ситуации Она начала информировать, кто где застрял, кому нужно помочь, кого нужно подвезти и так далее Слушатели реагируют на эти вещи очень хорошо И тут по-другому нам реагировать на такие ситуации тоже нельзя Спасибо, а я правильно понимаю, что у вас во время утреннего шоу всплеск суточных слушателей большой? Ну это стабильная ситуация по всем радиостанциям, за редким исключением На радиостанциях два пика Ну это для коммерческой музыкальной радиостанции, это в общем такая прописная истина Это утреннее шоу, у нас самый высокий пик аудитории, это время с 8 до 9 утра И второй пик у нас вечернее время, это с 5 до 6 часов вечера Но утреннее шоу, это самая слушаемая часть эфира Если посмотреть диаграмму слушания, то это будет как-то так, так вот, как-то так Вот так раз на утреннее шоу поднимается, потом так чуть спокойно, потом вечерний эфир Ну это связано с тем, как люди потребляют радио, они едут с работы На работу и с работы, да А в офисах слушают? В офисах слушают, более того, есть такое распространенное мнение, с которым я постоянно сталкиваюсь, которое постоянно вынужден отрицать О том, что радио это такая исключительно автомобильная история Это не так, потому что если мы возьмем всю аудиторию, которую нам замеряет ГЕФС Мы увидим, что приблизительно 33-33-33% будут приходиться вот на что 33% будет работа, 33% это дома, 33% в автомобиле за сутки 33% там, 33% там, 33% там А если взять, посмотреть на то, благодаря каким устройствам слушают нашу радиостанцию в частности, по другим не помню Больше 50% слушают в стационарных приемниках Не в автомагнитолах, а в стационарных приемниках Еще по поводу слушания в офисе Мы на сервере, который раздает потоки в интернете, можем видеть количество одномоментных подключений У нас в принципе подключена и гугл аналитика, то есть мы можем и сеансы отслеживать, о чем мы в принципе говорили Но вот просто по статистике одномоментных подключений Мы видим, что как только у людей начинается рабочий день Эти подключения растут, 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 растут Часам к 11 они достигают пика Про интернет? Да, это про интернет Это вот по поводу вашего вопроса, слушать ли нас в офисе То есть, скорее всего, вот в офисной аудитории, вот она есть как раз и в интернете в большом объеме И где-то часам к 5 вечера мы начинаем видеть, что объем офисного вот этих вот одномоментных подключений он падает Причем в будние дни днем нас слушают, если взять сумму по одномоментным подключениям Вот в эту конкретную секунду по всем нашим четырем каналам на сайте Я бы сказал раз в пять больше, чем, допустим, в выходной день То есть это я говорю не про сеансы, я говорю про конкретно тех людей, которые в эту секунду вот здесь подключаются Нас спрашивали об объеме интернет-аудитории, да, у нас есть основная версия нашего эфира в интернете И три дополнительных канала, где нет рекламы Это каналы, это такие стриминговые, по сути, сервисы для слушателей Они могут выбирать, какую музыку слушать Но все равно эта музыка, это наша музыка, мы не можем играть Мы не можем сделать канал тяжелый рок-музыки, потому что это не наши люди Они называются Top Channel хит-парадная музыка Это музыка, которая, ну, такая, актуальная сейчас И та, которая была актуальна, там, последние пару лет Это офисный канал, вот эта работа с офисной публикой Это музыка спокойная Это спокойная музыка, это такой релакс-формат И любимые хиты 90-х, канал, который мы не могли не сделать Это, понятно, любимые хиты 90-х Самые популярные хиты из 90-х Последний, повлиял ли айфон, появление смартфонов, повлияло ли на слушание Верите ли вы в будущее, радио, радио выживет или уйдет в интернет И есть ли у вас общие планерки, все Ну, интернет, собственно, это всего лишь канал распространения В Норвегии по следующему году собираются отключать FM-вещание Это не значит, что пропадают радиостанции Это значит, что радиостанции переходят на цифру Радиостанции остаются радиостанциями Их аудитория остается, измеряется теми же людьми Они просто переходят на другой канал распространения сигнала Здесь та же самая история Мы понимаем, что сейчас у нас порядка Мы смотрели статистику Порядка 8% нашей аудитории слушают нас через стационарный компьютер Если я не путаю По-моему, 8% я сегодня как раз смотрел Эта цифра существенно выросла за последние годы Еще пару лет назад это было порядка 3%, сейчас уже 8% То есть продукт остается тем же Просто канал распространения меняется Как показывают более развитые рынки Вроде Британии, Германии, Австралии Радио не умирает У радио достаточно стабильной остается аудитория На протяжении долгих десятилетий Мы раз в год ездим на большую конференцию в Москву Которая как раз таки на протяжении долгих лет Посвящена радио в условиях глобальной медиа конкуренции Нам постоянно говорят о новых наступлениях со стороны интернета И так далее Но то, что мы видим, нам дают раскладки за несколько десятилетий Доля радио и объем аудитории радио остается стабильным В Америке мы на протяжении 40 лет Одним и тем же То есть я не думаю, что радио что-то грозит С точки зрения рекламы наша главная угроза Это то, что нам тяжело дается изменение эффективности рекламных компаний Это то, в чем мы проверим интернет Но если мы будем и дальше так активно переходить Наши слушатели будут активно переходить в интернет И мы будем активно переходить в интернет Мы будем лучше отслеживать собственную эффективность То есть для нас это плюс И так Вот запутался на собственные мысли Мы понимаем, что Мы понимаем, что Собственно, чем больше слушатели будут уходить в интернет Тем больше мы будем подстраиваться Там делать какие-то Делать более удобным интернет пользователям Но и сейчас у нас достаточно удобно С точки зрения, если мы нажимаем на канал Мы получаем всю раскладку так на весь экран В нашем мобильном приложении Которое тоже есть Мы говорим, что оно есть на всех платформах На самом деле 25 тысяч установок, да, у нас Там тоже удобно пользоваться интернет-каналами То есть мы просто будем больше переходить туда Больше внимания уделять интернету Мы и так ему уделяем сейчас достаточно много внимания Вот Потому что люди, несмотря на то, что Ну, вы знаете, главным Или, может, не знаете Но главным Главным источником новой музыки для людей сейчас Является какой сайт? YouTube Люди узнают о новой музыке благодаря YouTube Это главный источник Но при этом Радио – это немножко не история о том, чтобы искать новую музыку Потому что в 90-х годах, когда ее было невозможно достать Люди слушали радио, искали эту новую музыку, записывали кассеты и так далее Радио сейчас – это история про создание некой атмосферы, в которую будет приятно включиться слушателю А атмосфера будет создаваться благодаря музыке, благодаря действиям диджея, слогану, упаковке эфирной и так далее Но благодаря интернету публика становится более требовательной, конечно, и мы будем под это просто подстраиваться Но радио ничего не грозит, я уверен Это единственное средство массовой информации, в чем наша сила В том, что мы позволяем заниматься другими делами, помимо слушания радио Это очень сильное, на самом деле, сильное предложение Еще был третий вопрос про летучки Ну, летучки, раз в неделю у нас случается общее собрание с коллективом, с руководителями всех подразделений, которым руководит директор Мы говорим как о творческих вопросах, так и о финансовых вопросах, и о других-других-других вопросах Потому что коммерческая радиостанция – это еще и взаимодействие с клиентами, это еще продажи и так далее То есть отдел продаж – это на радио, он, пожалуй, один из самых многочисленных, да? Диджей 34 среднесписочная численность за 2016 год А у меня такой вопрос, Дима, ты единственный среди этих 34 человек, кто постоянно должен быть так или иначе включен в работу Ну, то есть кто должен быть всегда на готове включиться в работу? На самом деле, как вы понимаете, техника не живет без технического отдела, поэтому у нас есть, как на любой радиостанции, главный инженер и несколько системных администраторов Потому что любое радио сейчас – это не кассеты, это не диски, это компьютеры И автоматизация, вот эта вот вся эта работает 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году И мы не можем позволить себе остановиться, поэтому, конечно, всегда доступен техотдел, если вдруг что-то, не дай бог Ну, да, 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 то есть всякое бывает, и мы к этому готовы, и хорошо, что наш техотдел к этому готов Ну, а я исключительно как человек, который может потом ликвидировать условно последствия, там, куда-то сдвинуть рекламу, если она не вышла, но она должна выйти, там, то есть такого плана вещи, вот это уже на мне А есть ли в вашей команде человек, который занимается, и важно ли вообще для вас, продвижением в соцсетях? Потому что, мне кажется, что радио – это как раз-таки тоже отдельный тип сменителя, который не уделяет этому так много внимания Я просто по поводу летучек, мы один раз собираемся в неделю на то, чтобы общие дела радиостанции обсудить, а потом уже мы постоянно собираемся с отделом продвижения Наш программный отдел собирается вместе с отделом продвижения для того, чтобы придумать очередную акцию для клиента, или придумать акцию, в которой мы будем продвигать себя, там, и так далее, и так далее, и так далее Вот такие летучки у нас не случаются как-то иногда в таком хаотичном порядке, то есть несколько раз за день могут случиться А что касается отдельного специалиста, да, у нас есть такой специалист, вот Леша подробнее скажет Специалист появился случайно, несколько лет назад, потому что нужно что-то там в фейсбуке написать, это все пользуются, давайте, и мы будем пользоваться Это было лет 6 назад, и сейчас это один из наших основных каналов продвижения, мы не накручивали этих пользователей через рекламу, потому что они потом сидят, молчат, то есть есть танцы, у которых там по 20-30 тысяч подписчиков и по 0 лайков А у нас, пусть их 3 тысячи в фейсбуке, 5 тысяч вконтакте, но там активно идет жизнь, люди делятся нашими постами, ну, все, что мы хотим, то они и делают По статистике просто вконтакте выше всех, там и аудитория полояльнее, и поактивнее Фейсбук все так блюдут чистоту своих страниц, поэтому там как-то все консервативнее и сдержаннее Инстаграм, вот, там мы продвигаемся Вайбер же? Вайбер у нас по умолчанию, так как раньше, это отправьте смс-ку 9950, если более дорогая смс-ка 9951, сейчас у нас либо на сайт заходите, либо вайбер пишите, ну, это уже такие вещи, как по умолчанию они стоят, ну, как без них То есть сейчас уже нет такого, что кто-то позвонил в эфир, алло, ну, то есть понятно, что это есть на передачах, ну, в смысле, как на передачах, на шоу, где вы этого сами ожидаете Но в случае, если это какой-то фидбэк, просто исходящий из инициативы самого слушателя, то он это может сделать через вайбер или через сайт Да, я просто еще добавлю вопрос про интернет, то, что, да, он нас только усиляет, вот раньше мы вайбер не использовали, сейчас в утреннем шоу мы используем вайбер, люди могут присылать свои фото, там, допустим, а давайте у кого В машине пирог, шлите фотку с этим пирогом, кто первый пришлет, тому и подарок То есть это плюс еще какой-то, там пошел канал взаимодействия Ну, мы, кстати, очень долгое время, что касается вайбера, мы очень долгое время боялись каких-то фотоконкурсов или вообще принимать фотографии на радио Но нас разубедили наши коллеги, более опытные медиаконсультанты, которые напомнили о том, что радио это театр у микрофона, поэтому мы активно стали пользоваться фотографиями Задача просто ведущего – хорошо фотографию описать в эфире Слушатель, если ему захочет на фотографию посмотреть, заходит на наш сайт, у нас 60 тысяч посещений в день сайта, это достаточно много Очень много Ну, да По сравнению с некоторыми СМИ белорусскими Такой еще вопрос Вы говорили о медиаконсультантах, о коллегах, да, старших, с которыми вы, от которых что-то перенимаете, извиняюсь А насколько много времени вы уделяете вообще обучению? Вы специально куда-то ездите на стажировки или как это происходит? Процесс обучения и как в контрасте тимбилдинг и релакс, все, что связано с приятным времяпрепровождением в команде? Наш директор большое внимание уделяет обучению, она сама любит учиться, несмотря на то, что является достаточно успешным менеджером Мы каждый год ездим, каждый год мы посещаем конференцию в Москве, для того, чтобы пообщаться с коллегами из России, до недавнего времени из Украины Украинцы туда уже не ездят по понятным причинам Я постоянно с украинскими коллегами держу связь по поводу крупнейшей радиоконференции в мире, которая называется Radio Days Может быть, туда заглянем тоже, но там, по сути, те же темы, что и в Москве Интернет наступает и все остальное Мы постоянно участвуем в различных конференциях, которые, скажем так, не всегда касаются напрямую нашей работы, но касаются, например, взаимодействия в коллективе и прочее, прочее, прочее Менеджмент, управление и так далее, и так далее У нас много таких конференций случается за год Я постоянно на них хожу, пытаюсь что-то из этих конференций для себя вынести И всегда это получается сделать Мы любим практиковать обучение на месте, когда мы заказываем специалиста, который приезжает к нам и работает с нами в течение какого-то времени Это как специалисты непосредственно в радиосфере Есть такой замечательный специалист, которого зовут Михаил Идельман Михаил Маркович живет в Москве, но он, собственно, это человек, который руководил радио «Максимум» в свое время Придумал радиорелакс, самую успешную радиостанцию Европы, по-моему, 2007 года Михаил Маркович придумал название «Авторадио» и прочее, прочее То есть это такая легендарная личность Он академик Российской академии радиовещания Вот последний крупный семинар, который был, это Михаил Маркович с визитом двухдневным у нас в коллективе Он рассказывал какие-то общие вещи, многие из которых мы знаем Но иногда очень важно эти вещи проговаривать для себя лишний раз и раскладывать их по полочкам Обучение у нас идет постоянно Я считаю обучением то, что мы очень много слушаем как своих конкурентов, так и на зарубежной станции То есть это тоже обучение А что касается отдыха, вот завтра, например, вы отмечаете 16-летие Завтра у нас будет корпоратив, здесь все стандартно, у нас нестандартные корпоративы, как правило, случаются Есть такая штука, которую я постоянно встречал на журфаке, вот я глядя на Колю, как своего однокурсника С журфаком всегда какая была история, да и вообще с творческими специальностями Всегда самыми творческими в смысле отдыха были представители серьезных специальностей вроде прикладной математики А вот у творческих специальностей как-то с творческим отдыхом не получалось, вот по моим ощущениям Ну, наверное, да, наверное, вот как-то не выходило И команда КВН была слабая, там и прочее, прочее Или я сейчас что-то не то сказал, ну, неважно И Unistar в этом смысле исключение, потому что у нас как-то с каждым новым корпоративом мы все больше боимся того, что будет в следующий раз Сейчас мы себе устроили кинофестиваль Вот завтра мы себе, собственно, кинофестиваль устроили, потому что мы месяц снимали ролики Дима их монтировал, делал компьютерную графику Сначала мы начинали с того, что мы снимаем милые ролики на iPhone и довольствуемся малым А закончили мы тем, что брали в аренду студию и так далее То есть мы аппетит наработали во время еды Раз в год мы выезжаем куда-то радиостанции просто для того, чтобы как-то отвлечься от всего Мы, как правило, делаем это в день радио В прошлом году мы, точнее еще в этом году, в этом году мы выезжали в Будапешт на несколько дней У нас был выезд в Стокгольм, все радиостанции, всем Кагалам Мы выезжали и по Беларуси Вот на следующий год у нас запланирована поездка в Брестскую область Со всеми достопримечательностями и так далее Уж какой я не любитель ходить по проторенным туристическим тропинкам Но у нас есть блестящий экскурсовод Иван Суцукевич, который мы привлекаем и для своих акций И который умеет подать материал Он, будучи человеком влюбленным абсолютно в историю Беларуси И вообще в Беларуси, он заставляет по-новому влюбиться и каждого из нас Вот Брестская область, то, чего мы ждем с нетерпением в следующем году Это четыре дня у нас будет вот такой большой массированный отдых Ну, радио не будет Человек какой-то останется работать Какой-то несчастный останется в Минске Ну, почему несчастный? Счастливый человек все-таки Один на большой офис, один в эфире Да, почему нет? Кто-то останется работать, конечно, кому-то надо будет выпускать новости Кому-то надо будет следить за тем, чтобы корректно выходил эфир Но мы всегда, как правило, остаемся на связи Тем более, когда мы в Беларуси Брестская область, где мы вещаем То есть мы, скорее всего, будем все слышать Если что-то пойдет не так, мы это услышим Вот в Банапеште уже было затруднительно И все равно выходили через интернет, слушали А здесь, в Брестской области, все будет очень корректно и хорошо Последний вопрос с моей стороны Как осуществить мечту многим и попасть в вашу команду? И это, прежде всего, наверное, касается ведущих радио-юнистар Потому что, мне кажется, это такая наиболее репрезентативная профессия на радио Насколько строгий этот отбор? Должны ли это быть какие-то специальные качества у людей, чтобы попасть на радио, работать? Ну, честно говоря, на радио-юнистар, и это хорошо для нас, но плохо для соискателей вакансий Потому что я регулярно, конечно, получаю резюме У нас коллектив обновляется нечасто творческий У нас большинство работников в творческой части работает достаточно давно у нас И мы понимаем после проведенного позиционного исследования, что мы закрываем все свои задачи Задачи, которые перед нами стоят Поэтому вот сейчас конкретно мы, например, в новом человеке не нуждаемся Я просто не знаю, куда его поставить У меня все задачи выполняются Других задач нет Мы выполняем то, что нам нужно Но периодически такая необходимость возникает Вот последний раз мы искали ведущего утреннего шоу, когда оттуда уходил я Это было несколько лет назад И поиски были очень тяжелыми и долгими Я исхожу из того, что ведущий — это в первую очередь коммуникационные навыки Мне совершенно неинтересно, журналист по профессии или не журналист Мы все здесь сидим Оля закончила лингвистический университет Леша — филологический факультет Дима — экономическая кибернетика Я единственный, кто закончил журфак Не принципиально, как попал человек У него должен быть определенный набор качеств Которые позволят удерживать аудиторию радиоприемника И то, что я постоянно вижу Это вот ребята, которые загораются идеей Ну-ка, я буду работать на радио Которые раздывают пару числа И он их несет вот в эту бурную радиореку С такими ребятами у нас ничего не получится и не получается И если тщеславие — ваш главный комплекс То лучше сходите на телевидение Там это вот как бы лучше сработает А здесь вы такой не дождетесь узнавания на улицах Вас не будут останавливать, хлопать по плечу И говорить — это тот самый голос, который я слышу в радиоприемнике Вряд ли Здесь сюда люди идут немножко за другим За атмосферой Я работал некоторое время на телевидении И я вот эту разницу между атмосферой на телевидении и на радио Просто она глобальная Немножко другой уровень отношений друг к другу Там есть жесткое разделение между ведущими и остальными Вот есть звезды, а есть вот такое, что-то такое остальное У нас этого нет И то, с чем я постоянно сталкивался, отслушивая ведущих Это вот, я владею, послушайте, как я владею голосом Дайте мне тему, я сейчас тут станцую вам все, что угодно Обращал внимание на то, как человек реагирует на какие-то нестандартные ситуации На нестандартные вопросы И чаще всего, ну, поиски ведущего были очень тяжелыми Мы нашли ведущего в последний день Мы отслушали, я отслушал там несколько десятков человек И, например, я отслушал одного человека Которому мне очень хотелось тогда, чтобы он попал в эфир Он в итоге в эфир не попал, потому что немножко так поленился Немножко позаниматься с речью Для меня даже речь, такой тоже непринципиальный момент Есть у человека речевые навыки или нет Это можно наработать Вот что не наработаешь, это нестандартность мышления Здесь тоже, это тоже воспитывается, наверное Но вот от чего-то нужно отталкиваться И мы когда искали ведущего утреннего радиошоу Там активность была на улице Карла Маркса И я помню, что шоу по улице Карла Маркса Увидел ребят, которые играют музыку на улице Увидел солиста группы, который настолько круто общался с аудиторией Которая там собралась вокруг Что я потом подошел и предложил ему прийти прослушаться У него оказались такие целый набор дефектов речевых С которым нужно было работать Ну, он сам так немножко на тормоза все спустил Там нужно было работать и работать долго А так нам лучше видеть людей с коммуникативными навыками Это не принципиально, это интроверты или экстраверты Конечно, легче всегда в радио включить экстраверта Но я как сам перевоспитанный интроверт Мне самому интроверты более интересны Интроверты, это уже личное ощущение Они все-таки чуть глубже, как правило Мне лично они более интересны Спасибо, и может быть вопросы в зале? Я хотела спросить, возвращаясь к зарубежному опыту Следите ли вы за тенденциями развития радио мировыми Или поближе к нам в плане каких-то жанровых новинок Или общения с аудиторией, тех же способов продвижения И как вы их внедряете? Да, конечно, вот та конференция в Москве, о которой я говорил Это тоже хороший способ согласовать свои действия с действиями коллег Были очень впечатлены в прошлом году презентацией программного директора Одной берлинской радиостанции СтарФМ, да? СтарФМ Поняли, что не весь этот опыт применим у нас Потому что они делали какие-то грандиозные акции Которые у нас были, скорее всего, где-то на стадии утверждения были зарублены Потому что, ну, просто их есть особенности Если адаптировать что-то под нашу реалью Да, ну, это возможно, и мы так делаем Мы постоянно слушаем другие радиостанции Своего формата и не своего формата Конференция, на которых мы бываем Вот я сейчас уже для себя так интересуюсь темой подкастов Это не очень популярная пока у нас тема какая-то Не настолько широка, как в Америке Но в Америке это просто грандиозная вещь Потому что сейчас главные подкасты, которые делаются на планете Это подкасты не музыкальные Это вот, кстати, сейчас делается проект В котором Дима тоже участвует С сайтом 34 Magnet Да, иншие истории Где был набор ребят, которые хотели поработать немножко с аудио С подкастами и так далее На последней конференции я был на потрясающей лекции Забыл, как зовут представителя сайта Arzamas Выскочила из головы, неважно Arzamas и WGTRK, которые рассказывали о самых популярных в мире подкастах У меня скачанное приложение национального публичного радио США Которое я по выходным иногда включаю У них какие-то грандиозные подкасты выходят Самый популярный подкаст в мире Если не ошибаюсь Это целый сериал американский С сериями по 45-50 минут Там, по-моему, 20 серий Рассказывающий о Это совершенно конкретная история Убийство в небольшом американском городке Расследование этого убийства Очень подробно То есть с какими-то мелкими подробностями С опросом, свидетелей и прочего Очень серьезная журналистская работа Но еще за счет определенных средств Которыми может пользоваться радиожурналистика Там еще были определенные эффекты усилены То есть это слушается как сериал Это ничем не хуже сериала «Настоящий детектив» Второй по популярности подкаст Это подкаст про американского военного Который попал в афганский плен Как его освобождали Как он потом возвращался к обычной жизни Там есть свое определенное правило Не меньше 10 серий Не короче 30 минут И подкасты Вот эти подкасты, о которых я говорю Каждую серию скачивало по нескольку миллионов Пользователей Миллионов пользователей На нашем рынке К сожалению, пока это не представлено Хотя мы видим, что запрос на разговорные станции И от клиентов И от аудитории есть Его можно реализовывать Нужно, наверное, реализовывать Люди нуждаются в разговорном радио В Москве сейчас Что касается долей радиостанций Первые по доле Не музыкальная радиостанция Рассковорная радиостанция Информационная радиостанция Эхо Москвы Эхо Москвы на первом месте в Москве С долей порядка 6% В радиовести Радио России Радиомаяк Имеется значительная доля аудитории Музыкальные радиостанции Чуть-чуть отстают Их слушает меньшее количество людей Эхо Москвы слушает гораздо меньшее количество людей Чем слушает авторадио Музыкальную радиостанцию Но при этом слушает дольше Гораздо В разы дольше слушает И это хорошая вещь У нас разговорных станций нету В Беларуси, по сути Ну, кроме первого канала Беларусского радио Ну, канала Культура, наверное, да Но канал Культура Это уже такая узкая тема Культурная тематика А вот такое Общественно-политическое Тут есть в этой нише Возможности Можно я еще Есть ли у вас идеал радиостанции К которому вы стремились бы Уже существующие, может быть Есть какая-то, на которую Вот вы больше всего равняетесь Ну, мы В определенном смысле равняемся На наших коллег из Украины Tower Media Это пример того Ну, вы бы туда ездили на стажировку Это пример для нас того Как можно заниматься радио Я постоянно слушаю Замечательную британскую радиостанцию Которая называется Capital FM Radio 1 BBC И Австралийскую станцию Которая называется KIIS KISS Тоже очень рекомендую Телевизионщик Главный режиссер Первого канала Андрей Не помню как фамилия Сегодня фамилия Вылетает из головы Он Очень хороший В любом случае Это вторичный, как правило Продукт То есть Тенденции задают Все равно Все равно там В англоязычной Медиасреде Там задаются Тенденции основные Это Это данность Вот Там лучше и черпать Вдохновение Когда-то я был на курсах Программного директора В Москве И как раз Преподавателем этого курса Был программный директор Radio Capital FM Британского Австралиец По национальности Один вопрос В чем конкретно Мы отстаем То есть Если отстаем От Европейских радиостанций Возможно Даже от российских То есть Есть ли это отставание От российских Вот была хорошая история Когда Дима ездил На семинары в Казань Региональных радиостанций И Мы думали Что Региональные Российские радиостанции Эти были радиостанции В таких крупных городах Как Казань Могут нас чему-то научить В итоге Дима Консультировал Местного музыкального редактора Которого Брови лезли на лоб От того что От каких-то таких Вещей Которого Желательно было бы Ну прочитать Несколько Десятилетий назад Можно говорить просто Можно говорить просто Вот конкретно О примере Казани Об уровне развития рынка Ведущая местная станция На первой подоле Там плюс-минус первая Вторая В зависимости от исследования Для них было удивительно То что Музыку надо вообще Программировать В том числе Еще два года назад У них не было вообще Такого понятия Как музыка Спланированная музыкальным редактором Диджеи ставили песни сами Ну то есть Такое Мы этот этап уже прошли Десять лет назад В этой стране Что уже как бы да Это наверное Может и больше А Казань Большой город А там вот все еще Вот так вот происходит И на самом деле Вот это было буквально Пару месяцев назад Мы с коллегой туда ездили Мы думали что Посмотрим Увидим И приехали И приехали в хорошем настроении От того что мы поняли Что мы как минимум На голову выше Чем российские региональные станции То есть да С Москвой нам тяжело сравниться По некоторым параметрам Наверное в первую очередь По объему бюджетов А это влияет на Очень многие вещи На продвижение На музыку На техническое какое-то обеспечение Это тоже важно на самом деле Но российских регионалов Мы можем Вот покусать И я приехал И говорил коллегам Такую прекрасную фразу Что если бы нам Сейчас условно дали Частоту в Казани То мы бы наверняка Все таки там бы Обскакали Вот Ну и Что касается каких-то Есть Что касается каких-то отставаний То самое главное Это наверное по бюджетам Хотелось бы делать Все массирование активнее Там и так далее Нам нужно делать Все дешевле И круче Да Просто Круче придумывать Потому что бюджет у нас Меньше В этом смысле Мы отстаем от Москвы Потому что В Москве Конкуренция жестче То есть там больше Пятидесяти радиостанций С нашим уровнем Конкуренции Это несравнимо Потому что у нас В Минске Двадцать радиостанций Но при этом Десять из них Имеют рейтинг Ниже статистической погрешности К сожалению Нам хотелось бы Чтобы рынок был Лучше развит Чтобы люди Активнее включались В процессы Программирования Радиостанций Активнее следили За мировыми трендами И так далее Пока это не так активно В Беларуси проходит Плюс Опять-таки Все-таки Чуть-чуть Затормаживает нас Квота Большая В 75% Она не дает нам Открыть Некоторые форматы То есть Она не дает Возможности Открыть Условно Радиостанцию Например Джазовой музыки Вы не откроете При всем желании При всем желании Если у вас будут Деньги Инвесторы Все что угодно Не получится При этом Сами артисты Артисты хорошие Которые издают Какой-то хороший Качественный продукт Они в общем Сами от этого страдают Потому что Было бы хорошо Артисту Который вложил В песню 10 тысяч долларов Звучать рядом С Мадонной А не с человеком Который вложил В песню 200 долларов Но при этом Из-за недостатка Материала Эта песня Тоже была поставлена В эфир То есть Вот это все-таки Немножко тормозит Для нас Как для радиостанции Работающей с поп-музыкой Поп-музыка Это всегда деньги Это всегда вложения Поп-музыка На безденеже Не может Свести В Беларуси Например Очень сильно Очень сильно Альтернативная Рок-сцена То есть Мне кажется Роковой радиостанции Было бы полегче У нас сейчас Вот кстати Это ниша Ну я бы сказал Что эта ниша Как таковая Вообще не представлена Рок-радиостанция Что Если сейчас Сделать Хорошую Рок-радиостанцию То Это будет Первая пятерка Точно То есть Это будет попадание В первую пятерку Будет Украинская ситуация Это показывает Они сделали Радио Рокс Они просто Правильно Подошли К созданию Этой радиостанции Они крутят Очень узнаваемые Рок-хиты Очень узнаваемые Рок-формат Кстати Предполагает Какие-то более Интеллектуальные Программы Более интеллектуальный Продукт Который сопровождает Музыку То есть Это вообще Очень хороший формат Для взрослого человека Радио Рокс Украинская Они исходили Когда программировали Эту радиостанцию Они исходили Из того Что мы не хотим Делать радиостанцию Запрос на Рок Был большой Но до них Рок-радиостанции Проваливались В Украине То есть Казалось бы Че суваться Туда Где уже Провалились Несколько других Радиостанций Но они поняли В чем была Ошибка прошлых Радиостанций Они Пытались Прошлые радиостанции Пытались Делать музыку Такую Очень Для русской аудитории Такой вот Таких вот Которые ходят В кожанках Там носит Длинные волосы Там и так далее Без претензий Сейчас говорю К поклонникам Рок-музыки А радиорок С украинской Сделали по-другому Они сделали Рок-радиостанцию Для тех Кто любит Рок Но не Но у которого Может быть и есть Кожаная куртка Но она висит В шкафу Это немножко Это немножко Другой образ Который несет Радиостанция Это с точки зрения Формата Это крутейший Вообще Формат Рок-формат Потому что там Их слушают Меломаны У них очень Преданная аудитория Рок-станции Я бы сам Хотел слушать Такую Рок-станцию И забегая вперед Такая Рок-станция Появится Скоро В Минске Но тут Ни при чем К сожалению Ну очень коротко Хотела бы К теме Журфака Вернуться Потому что Вы точно Сможете На этот вопрос Ответить Насколько Сильно Насколько Большая Сейчас Разница Между Журфаковской Подготовкой И современными Практическими Требованиями Я думаю Что да Я с этим Соглашусь Приходя Журфака На радио Юнистар Нам приходилось Учиться Всему заново При этом Журфак Дает очень хорошие Навыки По крайней мере Наверное В нашем Скольном случае Хорошие Такие По Классическим Дисциплинам Навыки Вроде Русского языка Литературы Блорусская Российская Зарубежная Литература Дает представление О жанрах Журналистики Но Конечно Это практическая Дисциплина Практика Это то Чего не хватает Но тут Желание Самих студентов Коля Работал До журфака Мне кажется В журналистике Во время После И дай бог И Коля Уже Мог На первом курсе Мне кажется Учить Учить некоторых Преподавателей Журфака Тут И стремление Стремление Студентов Никто Не запрещает На журфаке Работать Параллельно В редакциях Просто Не всегда Есть желание К нам Иногда Приходят Практиканты Которым Задается Элементарный Вопрос Что Я всегда Люблю Общаться С практикантами Потому что Это сторонний Человек Что вам нравится Что вы Слушаете Что вы Не слушаете Что с вашей Точкой зрения Вы Изменили Что оставили Как есть И В 50% Случаев Я сталкиваюсь С вопросом Знаете Я не слушаю Никогда не слушал Радиостанцию Расскажите мне Пожалуйста Радиостанции Потому что Я всегда говорю Расскажите Вы мне Пожалуйста Мне интереснее Что вы Расскажете Я то расскажу То что я знаю Но я в этом Мы все В этот процесс Настолько погружены Что у нас Немножко искаженная Картинка реальности Часто бывает Мы Кстати С этим Боролись На протяжении Последних лет Потому что Многие радиостанции Се поддают С точки зрения Того Что их слушатель Он Настолько должен На каждый На каждый шаг Радиостанции Отвечать Слушательской любовью Что просто От этого строится Все программирование На самом деле Все гораздо проще Человеку не нравится Он нажимает Одним пальцем На кнопку И переключается На другую волну Все Нам важно Выходить за пределы Вот этого слова Болотца В хорошем смысле Этого слова За пределы Этой своей конструкции И понимать Что о нас думают Люди извне Поэтому мы Мы гораздо больше Любим негативные отзывы Чем положительные отзывы То есть положительные отзывы Это прекрасно Это хорошо Мы поместим на сайте Напишем ответ И так далее На негативные отзывы Гораздо интереснее отвечать И гораздо интереснее Их применять В работе Причем Что мне нравится Это вот Одна из Любимых Вообще Грани работы Программного директора Мне очень нравится Работать с негативными отзывами Я любитель Влезать В какие-то там Разговоры По поводу радио В социальных сетях И как правило Вот такие люди Которые Несут какой-то Большой негатив Желательно Чтобы это был Какой-то более-менее Конструктивный негатив Люди Которые несут негатив Они как правило Просто не знают О устроенности Всех процессов Со стороны радио Кажется очень простой штукой Как говорил Андрей Криво Кончаловский Он говорил Что кино Это безумно простая вещь В нем все все понимают Вот здесь Та же история В радио Все все понимают Но потом выясняется Что радио Это очень сложный Очень сложный механизм На самом деле Очень сложный Одновременно и простой Кстати говоря Поэтому 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 Очень часто Вот эти люди Которые негативные Какие-то эмоции Несут Они как правило Просто не знают Всех деталей И вот Когда ты подаешь Эти все детали Я всех приглашаю На экскурсию Всегда Я назову Приходите Я расскажу Вот так просто Чтобы не переписываться Приходите Я все расскажу Все покажу Потом Можете принести с собой Что-нибудь Чтобы меня ударить Если потом В итоге не понравится Но я все расскажу Все покажу И в итоге Такие люди Такие люди Потом становятся Самыми Преданными Твоими сторонниками У нас был человек С которым я там Активно дискутировал В фейсбуке Который пришел к нам Мы там два часа Наверное Проговорили В итоге он Сейчас за радио Несторон Просто Порвот любого Спасибо большое Я думаю Что на этом Мы будем Расходить И подытоживать Пожалуйста Мы запустим Прекрасные подарки